Доброе утро! Сегодня мы с вами вместе будем готовить тыквенный суп к завтраку на молоке. Ого! Тыквенный суп можно делать и есть с утра. А он горячий или холодный подаете? Горячий, конечно, будет. Соответственно, нам для этого понадобится тыква, молоко, сливки и мед. И мед. Сладенький. И какая-то зелень. И в конце еще немножко мяты. Что это за зелень? Мята и чеблиц. И чеблиц. Хорошо. Тут уже такой аромат стоит, на самом деле, вот этой зелени. С чего начнем? Кипятить молоко с первого. Нужно кипятить молоко. Давайте включаем. Валиваем молоко. Идет на литр молоко. 300-350 грамм тековой. А что это за кухня вообще? Это чье блюдо? Это, ну, такие блюда, кушают, готовят много людей, это как кухня мира. У нас на востоке так. В общем, восточный суп такой. Восточный суп такой, да. На утро такой легенький, колористый. А он сладкий? Он сладкий будет, да. Обязательно мед там будет. Там же есть мед. А, мед и тыква сама по себе сладкая. Ну да, на самом деле. Да, тыква сама по себе сладкая и мед будет. С утра же нужно хорошенько так подкрепиться, чем углеводами, сладеньким, чтобы весь день быть бодрым, сильным. Да, потому что в этом сети тиквы есть очень много этой, почти все витамины В содержит. Это для роста, ну, для пищеварения. Это очень-очень хорошее. Для нервной системы главное есть полезно. Поел тыквенного супчика с молоком с утра, настроение хорошее, улыбаешься, тебе замечательно. Так, значит, нам нужно порезать тыковку кубиками. Да, мелкими кубиками сейчас, ну, мелкими кубиками нарежем. Это как, чтобы они быстро сварились. Это блюдо готовится в течение 25-30 минут. Так, ну, смотрите, а если у нас суп потом, ну, он, естественно, остынет, его можно есть холодным? Мне кажется, он какой-то такой... Потому что, ну, там же есть это сливки, да, вообще можно есть холодным тоже. Плачный вариант. То есть можно взять с собой в баночку? Можно, можно. Сделать обед, тыквенный, тыквенный ужин. Вот каждый раз думаешь, что из тыквы приготовить, что из тыквы приготовить. А вот, пожалуйста, один из вариантов. У тебя такие вопросы? У меня мучают такие вопросы каждый день. У меня никогда не было вопросов, чтобы приготовить из тыквы. Ну, тыкву, Маша, вообще-то можно холодным в виде есть. А сырую можно ее есть? Она вкусная вообще? Давай попробуем. Мне кажется, я не... Испробуем на тебе, конечно. Можно мне один? Некоторые народы же, тыквенный, тыквенный, это какой-то пипет же сок. Значит, сырой можно есть, значит. Давай попробуй, попробуй сырую тыкву. Я беру кусок тыквы. Первый раз тыкву ем, правда. Сырую. Это вообще-то сладкая тыква очень. Хорошая, воспевшая, желтая. Ну, кстати... Ну, кусай, кусай, я посмотрю, потом к самому концу эфира будет у тебя живот болеть или нет. Нет, тихо. Это похоже на неспелое манго. Да? Да. Ну, он, правда, вкусный, сладкая. Слушайте, это здорово. Ну, не то, что неспелый, но такой зеленоватый. Здорово. Слушайте, интересно прям стало. Сколько можно съесть сырой тыквы? Ну, ладно. Я не буду пробовать дальше. У нас молоко закипает. Закипает молоко? Да, молоко закипает. Сейчас у нас тыква почти готова. Сейчас добавляем тикву. Значит, молоко, сливки, тыква, мед, чабрец, мята. Да, это сперва мы сварим тикву в молоке. Как будет готово, будем добавлять в сливки. А потом надо снять казан или кастрюль с огня. И немножко остыть до 80 градусов. Потому что мед, когда накипячен, нельзя добавлять. Потому что мед теряет свой свойство. В кипящее нельзя, только в горячее. Понятно. Там же тысячи витаминов, там же куча всего. А почему вы варите на казане? Потому что на Востоке это принято так, в открытом огне. Получается лучше, что ли? Да, конечно. Я как человек, который родился в Средней Азии, готова тебе сказать, что блюдо, приготовленное в казане, всегда имеет другой вкус. И порой это же вкуснее, чем шестерное. Это очень вкусно получается. Мы эксперимент как-нибудь проведем. Проведем, проведем. Выдадим супчик из кастрюльки и из казана. Она нам скажет. Так, значит, сколько по времени нам придется вот это варить? Это 25-30 минут варится. 25-30 минут идет приготовление. Итак, уважаемые телезрители, повторяю вам еще разочек. Значит, какие ингредиенты? Нужно тыква, молоко, сливки, обязательно мед, мята и чабрец. Ну что, я попробовал тыкву на вкус, очень даже неплохо. Если вы не знали ничего о тыкве, прямо сейчас информация для вас. Ученые выяснили, что тыква способна поднять настроение, укрепить нервную систему и даже спасти от бессонницы. Считается, что у любителей этого овоща значительно повышен жизненный тонус. Свежевыжатый тыквенный сок является отличным средством для укрепления иммунитета. При угрозе заболевания гриппом или простудой советуют выпивать по 200 мл этого напитка каждое утро. Ну и, наконец, тыква может помочь надолго сохранить молодость. Благодаря питательным веществам, содержащимся в этом овоще, у человека улучшается регенерация тканей и быстрее обновляются клетки. На основе тыквы даже делают омолаживающие маски. Ну что ж, продолжается наш процесс приготовления. Что нам осталось сделать? Что добавить? Почти у нас суп сварился, готово. Для этого мы сейчас для вкуса 2-3 листа берем мятой и мелко его нарубим. Мелко-мелко-мелко, да. Да, мелко-мелко. Перед подачей будем пастать под сверху. А, для красоты. Для красоты и для вкуса, для запаха. Для аромата. Мята же это свежая мята, конечно, дают, но этот. И жвачку жевать не надо, сразу мятный будешь. Мята и чабрец, но чабрец на самом деле такой у него очень насыщенный запах. Узнаваемый. И вкус тоже, наверное. Ну, мят есть, конечно, вот это как бодрящее свойство с утра. У мяты с утра бодрящее свойство? Почему люди с утра это живут, чистят зубы мятными, зубными пастами, мятную жвачку жевать? Трочную словщицу. Никогда бы не подумала. Мятный-мятный. Ну, принято считать, что мята успокаивает. Успокаивает мяту для успокоения. Ну, это название, а вот свежая, а вот свежая прямо бодрит. Так, хорошо. А когда нужно сливки добавить? Сливки уже можно. А можно я? Пожалуйста. Вот вам ложка. Добавляем сливочки. На литр молока надо добавлять 3 столовые ложки сливки. Это значит, нам скорость сюда ложечек? Да, да, да. Можно 4, вот так. Раз. Два. Сливки-то жирненькие какие. Да. 4. Хватит достаточно. Вот, чтобы у нас сгустел еще сливки. Так, еще, чтобы сгустел. И, наконец, нам получается, что нужно будет добавить еще мед для сладости. Мед. Вот, вот сейчас, когда добавили, как? Сливки. Сливки. Оно остыл немножко. Можно добавить мед уже. А, ну сливки же были холодные. Одну ложку. Одну ложку, пожалуйста. Вот чистая ложка. Одну ложку. Жирненько, сладенько. Ммм, мм, мм. Злата, тебе можно такое? Мне можно. Жирное и сладкое. Но я не очень люблю сладкое. Вот тебе повезло. Хотя от такого супа я, конечно же, не откажусь, обязательно попробую. Как красиво все. Мед вообще, мне кажется, самый красивый продукт. Да. Так. Так. Практически у нас готово. Ну что, у нас суп практически готов. Осталось его посолить, видимо, да? Да. Желательно молочные супы надо посолить в конце. В самом конце. Можно оно от соли молоком свернуть. А, понятно. Поэтому сейчас посолим. Значит, чуть-чуть. Технические секреты небольшие. Хорошо. И наконец-то... Да, готово у нас. И желательно на литр молока, он у нас у Паврова подпошительным, грамм 5 соли хвата достаточно. Хорошо. Вот щепочка такая. И наливаем. Наливаем, положим суп. Так. Итак, суп на молоке и сливках с тыквой. С медом. С медом. И мятой. С мятой и чабрецом. Так. Так, красота. Давайте украсим его мятой. Немножечко зелени. Мята чуть-чуть, щепот вот так. И чабрец. Чабрец. Чабрец можно так и так, какие-то так вертички, потом можно убрать его. Какая красота. Мне почему-то пахнет детством. Ну, потому что молочным супчиком пахнет. Пахнет. Только там вместо макарон у нас тыковка. Приятного аппетита. Ах, спасибо. Друзья, мы сегодня приготовили молочный суп с тыквой, медом и сливками. Я думаю, что будет очень вкусно. Приготовьте себе такой завтрак дома. Ну, а прямо сейчас наш эфир продолжает рубрика Афиша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова